МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...временным топонимом. Именем Красноярск в названии кажется постоянной пропиской в сердцах горожан. Ведь каждая из постановок, показанных публике, это явление в мире культуры. И первое такое явление – это документальный, но это не точно, спектакль «Музей инопланетного вторжения». Мы на месте. Вот это уцелевшие предметы сюда, а это предметы из зоны выражения. Какая? Куда? Вот это сюда? Вот это сюда, уцелевшие. Твои я наклею, я тебе не доверяю, я уже делаю, все хорошо. Последние штрихи перед началом спектакля. Музейные экспонаты обретают свои места. Наклейку сюда, здесь отмотаем на начало запись. Сюда на столик срочно еще один журнал «Огонек». Все ждут электрика, нужен монтаж еще одной розетки. В музее шумно, оно и понятно, скоро экскурсия, точнее спектакль. Ловим пробегающего мимо гида, точнее актера. Его зовут Матвей, и он сразу предупреждает. Да, постановка необычная. Посетитель, точнее зритель, может растеряться. Но это только поначалу. Показательная музейная комната, где зрителю никто не говорит, что делать, и никто ему ничего не показывает. Вот мы здесь как раз находимся, и зритель сам выбирает, что смотреть. Что слушать. Что слушать или не слушать на самом деле, вообще. Не слушать вообще не получится. Слишком увлекательная легенда спектакля в жанре мокюментари, или псевдодокументалистики по мотивам войны миров Герберта Уэллса. Оказывается, инопланетное вторжение со всеми вытекающими, высадкой десанта на Землю, попыткой контакта и поражением одной из сторон уже произошло. В феврале 1989-го близ маленькой деревеньки, где-то по Томскому. Свидетельство очевидцев и быт тех лет в первом зале. В кромешной тьме карманные фонарики экскурсоводов выхватывают то один, то другой объект. Точно так же путаны показания сельчан, что столкнулись с неизвестным, и в рассказе не могут сконцентрироваться на чем-то одном. Всего в экспозиции четыре зала после знакомства с показаниями очевидцев, несколько ошеломленные в прямом смысле слова беспросветной тоской деревенского быта начала 90-х, зрители оказываются вокруг, напротив, ярко освещенного стола с реконструкцией деревни и окрестностей. Экскурсоводы зачитывают якобы секретные документы из архива военных. Здесь высадились пришельцы, вот так выглядели их биомеханические машины. Тут им оказали сопротивление вооруженные силы. Вот даже гильзы пустые остались. Выясняется, что тогда чудом обошлось вообще без жертв. Деревенские были эвакуированы, оружие было обезврежено неведомым магнитом, а сами завоеватели оказались, во-первых, мирными, а во-вторых, неспособными сопротивляться геомагнитному излучению. Угроза миновала, а потом и вовсе стала лишь музейной историей. Здесь, очевидно, присутствует тема отношения вот этого, что есть чужой, есть какой-то вот этот пришелец, который как-то позволяет нам взглянуть на нас самих, с какой-то новой стороны. Тут есть тема отношений с историей, как бы с прошлым, потому что когда такая вот грандиозная государственная машина и непонятно, что такое отсутствие каких-то внятных прогнозов на ближайшее будущее, ну, как бы в разных масштабах, вот, и это, как бы, такая, это в некотором роде травма. На самом деле, подтверждает еще один автор музея Ксения Перетрухина, мотивов, тем и смыслов здесь и правда несколько. Каждый видит свое – и зрители, и актеры, и постановщики. Дело в том, что у этого спектакля, по сути, нет режиссера. Если продолжать аналогию, есть несколько директоров музея, каждый из которых сведущ и в сценографии, и в современном искусстве, и в театральном мастерстве. Так что им самим, делая спектакль о чужих, пришлось стать друг другу своими. Мы привыкли работать в одной структуре, в иерархической структуре, и мы умеем либо подчиняться, либо отдавать приказания. А находиться с кем-то на равных и принимать решения вместе, то есть, собственно говоря, сосуществовать на равных – это и есть самая сложная задача, в которой нужно учиться, и в этом, мне кажется, нам очень может помочь театр. Финал спектакля также необычен, как и вся постановка. Длинный, ярко освещенный каким-то неземным, чужим светом коридор. Пройти по нему каждый из зрителей должен в одиночестве. Это время, чтобы подумать и сделать выводы. О том, почему вообще мы делим мир на наших и не наших, на правильных и неправильных. Свет в конце тоннеля открывает шокирующую правду. Оказывается, жертвы у того вторжения все же есть. А вот кто именно в этой ситуации захватчик – непонятно. Уйдите меня! Уйдите меня! Мы находимся в здании Красноярского театра юного зрителя и очень торопимся, чтобы успеть попасть на первый в истории театра мастер-класс художественного руководителя Романа Феодори. Он начнется прямо сейчас в рамках фестиваля «Красноярск. Территория». Едва успеваем догнать маэстро. Он стремительно врывается в аудиторию и сразу же объявляет. Никакого официоза. Устраиваемся поудобнее. Установка такая. Все смеются, но несколько настороженно. О необычных методиках работы тюза слышали, но смогут ли вписаться? Первое задание – назвать себя, свой театр и любую ассоциацию с этим местом. Каждый второй должен повторить все услышанное за себя и за того парня. Сергей, Мирвинский театр, Ярослава, драматический театр, город Шарипова. Вот и первая проблема. Актеры тоже люди, и точно так же, как и мы с вами, не слышат и не слушают друг друга, и что гораздо хуже – режиссера. Чтобы понять это, потребовалось почти 10 минут ошибок. А это потерянное время, которое пригодилось бы для подготовки к следующему заданию – актерскому этюду на тему «Театр для меня – это…». Кстати, именно это упражнение, пожалуй, вызвало самый живой отклик у зрителей. Порой разгадать замысел только что сыгравшейся труппы было весьма непросто. Вот эти ребята, например, показали нам миниатюру «Воздух». А вот этот мини-спектакль точно удался. То, что загадан механизм, понятно без слов. А вот группа Полины, актриса из Красноярска, своим этюдом рассказала трогательную историю о том, что для них театр – это обмен энергией. А как иначе, актер всегда вкладывается душой. Тем более, что постановки в театре Полины весьма необычны. Зритель рассказывает историю на наших перформансах, а мы тут же по щелчку их играем. Это импровизация. То есть мы должны понять, услышать, найти сердце истории. Это очень такие сложные моменты. Плейбэк вырос из психодрамы. Это связь с психологией и театра. А здесь очень много импровизационных моментов. И все те же инструменты – внимание, внимание, еще раз внимание. Что ж, это основа любого учебного процесса. Не зря в названии фестиваля есть слово «школа». И как каждый учитель, Роман первой такой встречи остался не вполне доволен. Говорит, хотел успеть больше, однако главное – передать успел. Развитие должно быть постоянным. Как в красноярском Тюзе. Как только ты знаешь уже как, надо это больше не делать. Потому что, ну как бы в театре людям, которые работают, им тоже неинтересно. Если я уже знаю как, зачем мне идти той же самой дорогой? Надо придумывать. Но мы счастливые люди, потому что мы же ставим все время разные спектакли. Это разный материал. И драматургический, и литературный. А ты Ипсона так же, как Сартера, не поставишь. И Андерсона так же, как Чехова, тоже не получится. И, конечно, каждый раз нужно придумать какие-то новые ключи, новые ходы, новые решения. И это прям, ну, делает тебя живым. А сейчас о том, что, по мнению нашей редакции, просто показано к просмотру и прослушиванию на этой неделе. Итак, Краевая филармония открывает 65-й творческий сезон двумя большими концертами. Сольником звезды мирового фортепианного искусства Дениса Мацуева 14 сентября. А на следующий день, 15-го числа, на сцену вместе с маэстро выйдет 13-летний скрипач Матвей Блюмин. Победитель сиротийского конкурса талантов «Синяя птица». Артисты выступят в сопровождении Красноярского симфонического оркестра под управлением Владимира Ланды. Те же даты, но совсем другой контент. 14 сентября в концертной студии «Дождя» на острове отдыха состоится музыкальное суаре. Саксофонная импровизация, дуэт известных красноярских братьев-музыкантов Спартака и Тиграна Мгерянов, чувственный голос Ангелины Трегубовой, интерьеры и фотозоны в традициях 30-х годов и беседа с хранителем крупнейшей в Сибири коллекции музыкальных записей, журналистом и радиоведущим Владимиром Василенко. Все это джаз под дождем, и он пройдет в эту пятницу. Они умеют творить как никто. Одной подвластна скульптура, керамика и декор, другой живопись и все виды графики. Они ярчайшие представительницы Красноярской художественной школы, где каждое произведение – это маленькая история, которую проживает не только автор, но и зритель. Они – две Елены, которые объединились для выставки под названием «Лена Тавр». Оно целое просто состоит как бы из разных граней. О каждой из них написаны сотни статей и сняты десятки сюжетов, но это именно тот случай, когда лучше составить мнение самому. Елена Краснова рассказывает, гость выставки для нее тоже художник. Он обязательно сможет увидеть каждый объект по-своему. В этом и есть акт искусства, акт сиюминутного творения. Художники, как ловцы эмоций людских, вот человек приходит, он может загрустить, может улыбнуться, может задуматься о чем-то. Но я думаю, что мы для этого и нужны, чтобы как-то расшевелить зрителя. Если он уйдет равнодушным, я очень расстроюсь. Впрочем, такого пока не произошло ни разу, добавляет коллега-керамиста и другая голова мифического Лена Тавра Елена Рихацкая. Она художник, делящий жизнь и творчество между Россией и Америкой, Красноярском и Нью-Йорком. Уверена, искусство должно быть максимально символичным. Только так смысл удастся донести до любого человека мира, без оглядки на слова, национальность и менталитет. Поэтому ее живописные работы всегда так ярко колорированы. Краски – универсальный язык, ему подвластен даже камень. Этот прием называется автолитография. Что это? Автолитография – это имеется в виду авторская печать, а печать слита с латинского – это камень. Смотрится очень легко и непринужденно, но на самом деле это очень трудоемко и особенно нужно иметь очень четкую, конкретную план в голове, потому что что, зачем идет там, потому что химический процесс, ты работаешь с азотными кислотами, травишь камень. В экспозиции несколько десятков работ разных лет и в разной технике. Как говорят сами художницы, для зрителя это уникальная возможность прочувствовать, как менялось мировоззрение авторов с течением времени, найти общие линии или, наоборот, отличия в смыслах. Выставка действует с 30 августа и продлится до 26 сентября в Правобережной галерее Красноярского художественного музея имени Василия Сурикова. А сейчас совет лично от меня. Не поленитесь, зайдите в Инстаграм и подпишитесь на аккаунты Красноярских музеев. Страничка есть у каждого, обновляется регулярная, а главное, тогда вы точно будете в курсе графика выставок и просто обогатите свою ленту красивыми фотографиями и полезной информацией. На сегодня это все. Увидимся на Енисеи. И не забывайте, что культура – это единственное, что остается тогда, когда остальное забыто. Редактор субтитров А.Семкин